Всем привет! Вы на канале Ritter TV. Сегодня у нас обзор, но про это чуть-чуть позже. А пока всем желаем приятного просмотра. Был, короче, с женой недавно в магазине и наткнулся вот на такую вот баночку. Это получается котлеты с луком в банке. Представьте, друзья, котлеты с луком в банке. Это получается свиные котлеты. Вот такая вот баночка, друзья. Вот на нее сегодня и будет обзор. Хочу проверить, посмотреть, как это мои котлеты из Советского Союза рецепт, либо вот эти вот вкуснее. Так что посмотрим. Надеюсь, вам понравится. Здесь получается, короче, приготовление можно на плите, а также можно приготовить в микроволновке. Давайте мы с вами сегодня попробуем приготовить в микроволновке 600 ватт 3,5 минуты. Состав у нас идет здесь свиной. Это получается котлеты в луковом соусе. Порк – это всем понятно. Я думаю, на английском написано, что это получается свинина. Ну и тут получается две котлетки, свиные, также написано в луковом соусе. Состав у нас идет 71% свинины, мелко порубленные. Идет, получается здесь сало, вода, панировка, соль, дрожжи, лук. Опять соль. Ну и так далее, короче. Все примеси для консервации. Кому интересно еще, вот, кто в Германии живет, тот может посмотреть. Кому конкретно интересно будет, могу в комментариях рассказать. Я думаю, всем уже понятно, что здесь будет. Долго мы не будем смотреть на упаковку, а просто распечатаем, посмотрим, подогреем и, соответственно, продегустируем. Так что, поехали. Итак, друзья, что, распаковали? Вот такие вот котлетки получаются, в таком вот соусе. Ну, по запаху, по запаху, даже не знаю, к чему приравнять. Но факт в том, что, знаете, вот пахнут именно вот этими, знаете, я думаю, в России и в каждой другой стране есть вот эти готовые котлеты, которые в упаковке, в вакуумной упаковке продаются. Вот именно этим оно пахнет. Ну, не скажу, что очень аппетитно это все пахнет. Сейчас попробуем соус. Ну, короче, желатин, все чувствуется. Сейчас попробуем котлетку в холодном виде, потом подогреем. Не скажу, что вкусно. Более того, совсем не вкусно. Сейчас, короче, попробуем, подогреем ее в микроволновке, как там стоит, 3,5 минуты, потом посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, вкуснее будет. Ну, вот и все, подогрели мы котлетки. Теперь будем пробовать. Посмотрим сначала в разрезе, как они выглядят вообще внутри. Уже теплые. Ну, в принципе, мясо видать. Соус, конечно, уже другой стал, не такой, который был до этого. Сейчас попробую горячую котлету. Для начала попробую сначала соусное. Ну, соус, да, он такой стал. Совсем другой. И, вам скажу, очень-очень-очень сильно соленый. Так, попробуем котлетку. Вот смотрите, если совсем кушать ничего нету, нету, да, или нечего, она еще пойдет. Ну, а чтобы вот так вот сесть, там, пообедать, гречка с чем-нибудь, ну, никак вообще не советую. Не советую. И стоит эта банка 3 евро, друзья. 3 евро она стоит. 2 котлетки. Не знаю, еще раз попробую, но не факт. Нет, это не то. Вообще не советую. Не могу никак посоветовать. Лучше купить фарша и сделать котлету самим. Ну, не. Не. Друзья, в общем, вот такой вот небольшой обзорчик получился. Сегодня это был пробный обзор. Вы напишите в комментариях, будет вам ли интересно такое смотреть или не будет. Это я уже посмотрю по вашим комментариям, по вашим лайкам. Если вам, конечно, будет интересно вот такой вот обзор. Именно вот такие вот обзоры. Потому что здесь, в Германии, много чего есть в банках, в склянках. Там, я не знаю, борщи, не борщи. Все есть. Может быть, что-то и есть реально вкусное. Я надеюсь, вам зайдет этот контент. Если нет, конечно, снимать его не буду. Но, как я уже сказал, это пробный контент. Эти котлеты в банке, в жестяной банке никому не советую. У меня в армии были тоже и котлеты, и в жестяной банке. Они намного вкуснее были, чем вот эти вот за 3 евро. Представляете, 3 евро. Посчитайте, сколько это на рубли. Это тоже достаточно, что можно реально фарша купить и сделать самим котлетом. Так что, я считаю, что это не стоит покупать. Никому не советую. Кто увидит эту банку в Германии, проходите мимо. Так что, надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Нравятся, не нравятся такие обзоры. Нужно ли дальше и снимать. Это пробный вариант. Посмотрим, как вам зайдет. Потому что, как уже многие говорят, на ютубе очень-очень трудно. И поэтому нужно что-то новое вводить. Вот я сейчас провожу эксперименты и снимаю новые видео. Так что, все зависит от вас. Если вам нравится, то обязательно будет продолжение. Ну, а так что, друзья. Как всегда, желаю вам побольше здоровья. Не болейте. Это самое главное. Остальное все у нас будет. И не забывайте подписаться на канал. На канал Риттер ТВ. Я, Виталий, всегда с вами. Так что, те, кто еще не подписан, подписывайтесь обязательно на канал. Ну, а так всем давайте пока. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok